Привет, народ! Меня зовут Блэкс Инфинити, и сейчас мы посмотрим трейлер к третьему сезону сериала Мира Дикого Запада. Помните, как я реагировал в 5 утра на последнюю серию второго сезона? Я не помню. Давайте начнём. Когда я пришла в этот мир, моим первым воспоминанием стала боль. И одно место всегда было закрыто для таких, как я. Место, которое мы не могли увидеть. Ваш мир. Опа! Киберпанк! Кто ты, Долорес? У нас с тобой много общего. Тебя посадили в клетку и решили за тебя жить. Вот он, Джесси Пинкман. Со мной поступили точно так же. Ты следила за мной? Нет, кто-то другой. Что-то другое. И кого же мы ищем? Скаймер. Человека, который украл твоё будущее. Добро пожаловать в мой мир, Мэйв. О, Мэйв? Зачем я тебе нужна? Я думал, её сюжетка закончена. Ебать! Это ж Кассель! Тулур, вы лучший. Так, чего че? Че там будет? Че в третьем сезоне вообще будет происходить? Я не могу. И против нас целый мир. Этого достаточно. Я наконец-то понял своё призвание. Я спасу этот чёртов мир. Ого! Роменджи Води опять, я так понял Знакомая песня Знакомая аранжировка Это же блокбастер какой-то получается По старой схеме? Я всех убью Ты здесь не единственный чешник Скоро придут настоящие боги О А че Мэйв против Долорес будет? О, фак 16 марта Первое начало Ну что ж, ждем Так сказать Ну что ж, ребят, я посмотрел Новый трейлер Точнее, первый трейлер Мира Дикого Запада 3 Я помню, что первый сезон был великим То есть прям эпосом Второй сезон был похуже То есть из первого на 10 Второй на 8-9 был Вот так вот Ну то есть я бы не сказал, что второй сезон говно Но он похуже был В конце вообще мозг взорвался Типа вообще Ну концовка была и эпик Как и в первом сезоне Но похуже чуть-то И очень много вопросов осталось То есть ничего не понятно было Что произошло в конце Второго сезона Что произошло с Чевеловеком в черном В итоге Он оказался в будущем Или что-то там еще, короче, не понял У него там две сюжетные линии, получается, были Внутри истории Эти все появились в нашем мире Смогли Это Перебраться Но Тут вообще какая-то Ну непонятно В трейлер я еще что-то Мэйв будет против Долорес воевать Долорес законтачится с Айроном Полом Персонажем Айрона Пола При этом Кассель То есть наш любимый Тулур из 12 друзей Оушена будет Он завербует Мэйв У линии у ЧВЧ будет какая-то Героическая Или опять злодейская такая Антигеройская Блин, ну Вообще как? Вообще происходит Я не знаю Может я отупел в армии Поэтому ничего не понял Ложно будет привести себя в чувство Хотя там сложно не отупеть Это правда Вот Но я третий сезон жду Как бы мне очень интересно Чем все продолжится Тем более они меняют сеттинг Они пытались сеттинг Ну немного обновить и во втором сезоне Но видно что Уже один дикий запад не вытаскивает Как бы и правильно что они идут дальше Нолан поступает правильно Я не помню как Там Кристофер Нолан А Джонатан Нолан Джонатан Нолан создатель сериала Брат Кристофера Нолана Тоже гений Тоже гений Они там все Ноланы гении Понимаете? Вот и все Поэтому мы ждем Мы как бы ждем Третий сезон Мира Дикого Запада Надеюсь вы тоже ждете Если вы не смотрели Вообще сериал Обязательно посмотрите Один из лучших сериалов Человечества Который только производила Поэтому Must have Must see Все ребят С вами был BlacksInfinity Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Пишите в комментариях Что вы думаете По поводу этого трейлера И по поводу сериала Всем пока Берегите себя Пока До встречи этого